На телеканале РБК Омск. Новости. Меня зовут Мария Васькова. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Пряник для эффективных. Федеральный Кабмин предлагает поощрять губернаторов за хорошую работу рублем. Какие шансы Омск области? В списке опоздавших. Успеет ли Омск область запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда и освоить деньги, выделенные на реализацию национальных проектов? Восстановить то, что не ремонтировалось уже больше полувека, в муниципальной рынке ждет масштабное обновление, за чей счет банкет? Не хочу жениться, а хочу учиться. Почему все больше россиян выбирает не семью, а карьеру, чем опасно движение Child Free? Кнут и пряник для губернаторов в Федеральном Кабмине решили не только наказывать глав регионов за неумение зарабатывать, но и награждать за эффективность. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором указаны правила распределения грантов между субъектами, первые лица которых, по мнению вышестоящих чиновников, работают наиболее плодотворно. На эти цели в этом году из федерального бюджета выделили 45 миллиардов рублей. Оценивали, например, уровень доверия жителей региона к президенту России, количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численность занятых в малом и среднем бизнесе, а также уровень бедности и зарплат. На основании этих критериев составили рейтинг российских регионов. Поддержку из федерального бюджета получили те из них, кто занял первые 50 мест. Умская область оказалась в этом списке. Региону за эффективность из федерального бюджета выделят дополнительно 1 миллиард 71 миллион рублей. Полученные деньги Умская область вправе потратить на решение задач по развитию экономики и социальной сферы. Напомню, что ранее главы российских субъектов в федеральном Кабмине предложили привлекать дисциплинарные ответственности за неумение зарабатывать. Под санкции могут попасть территории, которые получали субсидии на сбалансированность казны, где доля федеральной поддержки на 40% больше собственных доходов. Кстати, об эффективности. Накануне чиновники отрапортовали у Федерального фонда содействия ЖКХ. К региону вопросов больше нет. Строительные недостатки в домах для переселенцев из аварийного жилья устранили досрочно. Напомню, еще в начале осени федеральные эксперты реализацию программы переселения называли управленческим провалом. Директор фонда Олег Рурин отмечал, что местные власти не могут договориться с амичами, которые проживают в аварийных многоэтажках. Также есть вопросы к состоянию зданий, которые предлагают переселенцам. На 1 июня в федеральном реестре было больше 50 проблемных многоквартирных домов из Умской области. Сейчас, отмечает обл. правительстве, все недостатки уже устранены и в реестре наш регион уже не значится. Добавлю, что всего до конца года новые квартиры получат 60 жителей ветхого аварийного жилья региона. А в 2020-м планируют расселить больше 5000 человек. А вот с реализацией национальных проектов, судя по всему, в Умской области могут возникнуть проблемы. В регионе подвели предварительные итоги участия в национальных проектах. Выяснилось, что реализация идет не так гладко, как хотелось бы. Например, осталось меньше месяца, чтобы освоить средства по линии здравоохранения. В результате торгов удалось сэкономить 144 миллиона рублей, но этими деньгами еще нужно успеть распорядиться. Также есть риск недостижения показателей по проекту улучшения условий введения предпринимательской деятельности. Добавлю, что сейчас Умская область принимает участие в 10 нацпроектах из 12. В оставшиеся два регион включится в 2020-м году. Президент принимал решения для того, чтобы сделать жизнь лучше для народа. Мы сегодня должны реализовать те поставленные задачи президентам, которые есть в 204-м указе. В тех нацпроектах, которые сегодня реализуются на территории нашей области. На МИЧИ конкретно должны видеть результаты от национальных проектов, которые утвердил президент страны. На 2024 года в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства в Умской области число занятых в секторе малого и среднего бизнеса должно возрасти на 28%. А это 64 тысячи новых рабочих мест. И правительству есть, что предложить. Одна из свободных бизнес-ниш франчайзинг. О том, какие новые возможности открывает это направление, насколько бизнес по франшизам популярен в Умске, кто может поддержать молодых предпринимателей в нашем материале. Зарабатывать на бренде, оставляя всю реальную работу кому-то другому, легко только на первый взгляд. Как построить и развивать бренд, который способен обеспечить продажи одним именем и как запустить франшизу в другом регионе или стране. Ответы на эти и другие вопросы о тонкостях франчайзинга сегодня обсуждали несколько сотен человек. В Омском конгресс-холле стартовала первая региональная конференция бизнес по франшизе. Марина Власова может преподать мастер-класс многим предпринимателям. Сегодня она спикер конференции. Всего за три года ей удалось создать успешный бьюти-бизнес в Омске и продать его франшизу в Подмосковье. Развить и продать партнерам свою идею – сложная и кропотливая работа, рассказывает бизнес-вумен и отмечает. Поддержка регионального правительства – одна из основ успеха. Регионом была глобальная поддержка. Это выставка франшиз, несмотря на то, что у нас было три площадки, через которых мы продавали нашу франшизу. Та площадка, которая именно принесла результат, это была площадка от фонда поддержки предпринимательства. Это выставка франшиз в Москве, на которую мы съездили и с помощью которой мы как раз таки продали первыми нашу франшизу. Форум Марина Власова считает кладезем информации. Ведь о том, как развивать свой бизнес по франшизе или продать ее партнерам из другого региона, в Омске говорили немного. Теперь, рассказывают бизнес-леди, региональные предприниматели должны преуспеть в этом секторе. И у Омска есть хорошие перспективы. Помимо информационной и просветительской поддержки от государства, есть и финансовая, рассказывает глава Омского фонда поддержки предпринимательства Александр Асьмиин. Создается центр «Мой бизнес». Он активно действует на территории региона и оказывается всеразличной помощью с объектом малосреднего предпринимательства. На данный момент по франчайзингу, то есть предприниматели, могут также обращаться в фонд за консультацией, за подготовкой документов на упаковку франшизы. В рамках национального проекта существует блок-пул поддержки, в рамках которого действует как финансовая поддержка, так и информационная, так и конституционная. Сегодня в рамках нацпроекта «Малый бизнес» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, которая реализовывается на территории Омской области, государство активно поддерживает предпринимателей рублем. Однако, по словам замминистра экономики Омской области, главная задача – сперва научить омских предпринимателей входить в бизнес при помощи такого инструмента, как франшиза. А форум – отличная платформа для вдохновения. Сегодня, я думаю, участники найдут для себя не только новые идеи, обменяются опытом. Кто-то услышит что-то новое о тех моделях, которые используются, о концепциях, которые используются во франчайзинге. Действительно, может быть, найдут для себя новую идею. Но также, я думаю, форум будет интересен и тем, кто уже сегодня имеет практику успешной реализации своего проекта. И многие проекты могут быть уже готовы к тиражированию в других субъектах. Предприниматели могут просто не знать об этом и, соответственно, сегодня тоже получить информацию. Национальный проект по малому и среднему бизнесу представляет большой спектр мер поддержки, которые сегодня могут получить омские предприниматели. Министерство экономики региона готовы бросить все ресурсы на то, чтобы поддерживать и развитие бизнеса в регионе. План к 2024 году – увеличить численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства на 64 тысячи человек. И к другим темам. Администрация Омска, стремясь спасти от банкротства муниципальную тепловую компанию, приняла ключевое решение – продать часть городского имущества. С молотка пойдут 8 газопроводов, а все из-за полумиллиардного долга тепловой компании перед поставщиком топлива «Газпром» и «Жегионгазом». По расчетам городских финансистов, продав газопроводы, можно выручить от 200 до 260 миллионов рублей, что позволит частично покосить задолженность. Добавлю, что «Газпром» и «Жегионгаз» не раз полностью ограничила тепловую компанию от поставок топлива на котельные. Страдали от этого амичи. Летом 2019-го в поселках Степной, Загородной и Крутая Горка, полсотни домов остались без горячей воды, возобновить подачу которой удалось только по итогам судебного решения. Попытки тепловой компании взять кредит в банке ни к чему не привели. Финансовая организация отказывается предоставать заем ненадежной компании. Теперь департамент городского хозяйства и подконтрольная ему тепловая компания вынуждена отдать частные руки несколько муниципальных газопроводов. Впрочем, руководитель компании уверяет, что продает по сути бесхозное имущество. Тепловая компания все-таки организация, специализирующая на производстве тепловой энергии и горячей воды. Газопроводы – это не профильная деятельность предприятия. То есть в свое время просто бросили на баланс, чтобы она обслуживала. Хотя у нее ни лицензии, ни ничего нет, у такой компании для обслуживания данного вида деятельности. И, соответственно, предприятие на сегодняшний день несет расходы, не обеспеченные тарифом на тепловую энергию. Это как в советские времена, бесхоз получается. Удержать на плаву еще одно муниципальное предприятие. Городские чиновники планируют ремонтом. Речь идет об омских рынках. На территории города их четыре – Левобережный, Ленинский, Советский и Самый Старый. 68-го года постройки – Центральный. Сейчас здание ремонтируют впервые после ввода в эксплуатацию. По словам директора муниципальных рынков Роспотребнадзора МЧС, совместно выявили более 50 нарушений. Одно из главных – отсутствие вентиляции. Из-за этого стены подвалов, где хранят продукты, покрыты плесенью. Не соответствуют нормам сампина морозильные камеры. Да и внешний вид зданий и прилавков не вызывает у покупателей доверия. На всех объектах сейчас работают подрядчики. К концу декабря завершат первый этап работ, который обойдется муниципальному предприятию в 16 миллионов рублей. В следующем году на ремонт рынков также будет выделено 16 миллионов. По словам директора предприятия, чтобы привести рынки в полное соответствие с существующими нормами, необходимо 3 года и 50 миллионов рублей. По большому счету мы ведем не столько ремонтные работы, сколько устраняем те недостатки, которые были выявлены Роспотребнадзором в прошлом году. Все четыре рынка были внесены в предписание, где нам дали сроки год на устранение недостатков. При этом о закрытии рынков городской администрации речи не идет. Хотя конкурировать с супермаркетами сложно, признается чиновник. Но при этом рынки все же остаются востребованными среди амичей. Так, по словам директора муниципального предприятия, средняя миссия на проходимость 100 тысяч человек. Интерес предпринимателей также растет. В прошлом году они занимали всего 48% площадей, а в этом году уже 58. Директор муниципальных рынков уверен, если все объекты в ближайшее время отремонтировать и привести в порядок, муниципальные рынки вполне могут составить конкуренцию торговым сетям и приносить прибыль в бюджет. 85% чистого дохода от деятельности городских рынков уходит в городскую казну. И к новостям экономики. Обязательные платежи становятся неподъемными для россиян. Их доля от доходов уходит на критический уровень, стремится превысить 15%. Такие результаты показывают исследования БКС «Премьер». Аналитики почитали, что в общей сложности населению приходится платить по кредитам почти 10,5% от доходов и почти 5% отдавать за коммунальные и налоговые платежи. Для сравнения, в прошлом году эти показатели были ниже. На кредиты уходило 9,5% от доходов граждан, на ЖКХ и налоги – 5%. Таким образом, рост доли обязательных платежей оказывает давление на благосостояние населения. При этом зарплаты практически не растут, а платежи увеличиваются. Тем временем, вынужденные расходы населения могут стать еще больше, дорожают лекарства. Рост цен на препараты уже зафиксировали аналитики. Средняя стоимость лекарств России за год выросла на 7%. И в денежном выражении составила чуть больше 200 рублей за препарат. Впрочем, эксперты уверены, что россияне стали тратить больше не потому, что меры вынуждены, а потому, что потребители захотели заменить дешевые аналоги более дорогими, посчитав доступные лекарства неэффективными. Так, например, сократились продажи активированного угля и муколтина. Другая причина экономии – россияне стали покупать большие упаковки лекарств, которые оказываются выгоднее по цене, чем маленькие. Третья составляющая в росте цен на лекарства – эксперты называют стремление аптек заработать и навязывание клиентам более дорогих медикаментов. Впрочем, через 2-3 года все может измениться, люди смогут тратить на лекарства меньше, если в стране заработает система лекарственного страхования, которую уже анонсировал Минздрав. Она предусматривает то, что расходы граждан на медикаменты государство возместит за счет средств ОМС. Сейчас бесплатные лекарства получают лишь льготники. Уже в следующем году планируется провести пилотный проект по возмещению стоимости препаратов пациентам, перенесшим инсульты и инфаркты. Несмотря на увеличение расходов, россияне не готовы экономить на новогодних подарках, но только себе любимом. Такие выводы сделали социологи после проведения интернет-опроса. Презенты близким обойдутся россиянам в два раза дешевле, чем покупки к Новому году для себя, сообщают эксперты. К примеру, на собственные подарки россияне в среднем готовы потратить 10 тысяч рублей на сувениры родственника. Не больше 6 тысяч, а на сюрпризы друзья максимум 3,5 тысячи. Напомню, что в качестве подарков россияне чаще всего выбирают одежду, обувь, аксессуары, гаджеты, мелкую электронику, бытовую технику, а также товары для дома и украшения. И еще одна интересная тенденция, которую заметили социологи. Все больше россиян не хотят вступать в брак и заводить детей. В итоге, больше чем в 30 регионах страны с начала года смертность в полтора-два раза превысила рождаемость. При этом число тех, кто сознательно или вынужденно принимает решение остаться бездетным, растет. Каждый десяток гражданин страны признался, что не планирует детей. Для сравнения, еще в начале 2000-х такой ответ давали 0% респондентов репродуктивного возраста. Все больше россиян отмечают, аналитики стремятся к карьерному росту и своей главной. Целью называют самореализацию, прежде всего профессиональную. Еще одна причина в России набирает популярность движения Child Free. Его сторонники сознательно по разным причинам решают отказаться от продолжения рода. Почему эта идеология стала так популярной, в чем ее опасность, мы поговорили с психологом Дмитрием Четверяковым. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Омск присоединился к Всемирному благотворительному движению. Администрация города проводит акцию «Щедрый вторник» по сбору продуктов семьям, нуждающимся в поддержке, которая уже объединила представители бизнеса, некоммерческих организаций, госучреждений и других неравнодушных чужой бедея мечей. Камы и как помогают сегодня, подробности в нашем сюжете. Крупы, консервы, чаи и другие нескоропортящиеся продукты в больших пакетах несут амичи на пункты сбора. Именно здесь, вблизи крупных супермаркетов города, волонтеры формируют необходимый запас еды для оказания оперативной помощи нуждающимся семьям. Благотворительная акция «Щедрый вторник» уже в прошлом году дала ошеломляющие результаты. Неравнодушные амичи собрали около тонны различных продуктов. Поэтому в 2019-м в администрации города решили вновь открыть пункты приема товаров. Я считаю, что это человеческий фактор, наверное, друг другу помогать. Поэтому, как бы, наша помощь, кто может, малообеспеченные семьи, многодетные семьи. То есть у нас микрорайон Новый Рябиновка, то есть у нас очень много семей таких, поэтому по возможности им где-то в чем-то помогаем. И я так думаю, что это всегда нужно. Сегодня собранная продовольственная помощь предназначается тем, кто пострадал при пожаре. В ней нуждаются около 80 семей, где проживают больше 90 несовершеннолетних детей. Помочь тем, кто попал в беду, откликнулись только за несколько часов благотворительной акции. Уже вдвое больше амичей, чем в прошлом году. В администрации благодарят всех неравнодушных горожан и признают, что цель акции объединить бизнес, некоммерческие организации, госучреждения инициативных амичей и вовлечь их во всемирное благотворительное движение уже достигнуто. По предварительным итогам, за первые три часа акции собрано более 300 килограммов разнообразной продукции, которая имеет длительный срок хранения. Это крупы, это макаронные изделия, это чай, кофе, конфеты. Уже сейчас, даже на половину дня, можно говорить о том, что количество участников увеличилось в два раза. Поэтому откликаются. И когда люди понимают и слышат о том, что такие акции проводятся, откликаются охотно. Акция «Щедрый вторник» проводится в Омске второй раз. В этом году продукты принимают на пяти площадках возле крупных супермаркетов города. Впрочем, поддержку нуждающимся семьям оказывают не только с помощью этого благотворительного проекта. Сбор товаров и вещей в Центре социальной поддержки населения проходит ежедневно. И в завершение выпуска о праздничном настроении, которое пытаются создать в Омске. Огненные фонтаны, четырехметровая принцесса. Мэрия анонсировала, какие световые конструкции украсит город к Новому году. Чиновники планируют их разместить в двух скверах, в том числе на окраине Омска. В сквере имени Серова появится двухметровый фонтан. Его уже прозвали «Огненным» из-за красно-белой подсветки. Две другие конструкции «Принцесса и карета» установят на площади праздников на улице Гашика. Также эти территории планируют украсить светодиодными сетками, гирляндами и бахромой. Добавлю, что новогоднее настроение в Омске планируют потратить 12 миллионов рублей. В городском совете недавно разгорелась дискуссия. Депутаты предлагали эти расходы сократить, а сэкономленные деньги направят на другие, более важные цели. Например, на горячее питание в школах. Однако эта идея одобрения не получила. Есть такая притча про старика, мальчика и осла. В какой бы позе они ни сидели на осле, и как бы они ни шли, всегда находился человек, который их стыдил за то, что они едут именно так. Я это говорю в связи с праздниками. Украшаем мы город плохо, не украшаем еще хуже. Вы видите, сейчас красный путь. Он создает определенное настроение. На улице Конева загорается красивое освещение. Не забываем мы праздничные мероприятия. И как бы мы ни садились на этого осла, всегда найдутся люди, которые недовольны. Это были главные новости на сегодня. Меня зовут Мария Васькова. До встречи в эфире РПК Умска.